Всем привет друзья, с вами Беркли и новая неделя в GTA Online, на которой у нас на этот раз старинный ретро автомобиль Франкенштейн, или как-то так, автомобиль специально создан для Хеллоуина, чтобы пугать других игроков своей красотой. Стоит он на сайте не так дорого, всего 550 тысяч, но я его выиграю бесплатно и заодно сделаю на него обзор, тем самым вы узнаете стоит ли вообще пытаться его выиграть. Ну а перед началом давайте проведем итоги розыгрыша на прокачку в GTA Online, пакет деловой, вставляем ссылку с прошлого видео и разыгрываем победителя. И вот наш победитель, который выиграл бесплатную прокачку, я отвечу тебе в комментарии и ты сможешь ее получить. Ну а если ты хочешь купить все то, о чем давно мечтал в GTA Online и заработать много денег, тогда заходи в мою группу по прокачке GTA Online, там ты найдешь самые низкие цены на прокачку GTA Online, обязательно перейди и вступай в группу, так как там тоже проводятся розыгрыши. Ну а сейчас давайте вернемся к нашему автомобилю, в целом есть множество темп-кодов при котором выпадает машина, но я все же покручу на 3.9 примерно. Но если вы видите, что вам выпадает что-то другое, тогда просто отключите интернет и перезайдите, и так вы сможете крутить колесо много раз. Ну а теперь давайте перейдем к обзору, в целом автомобиль довольно таки интересный и специфичный, чем-то даже напоминает американский хот-род, но в стиле ретро. Особенно радует звук, насчет езды должен сказать, что двигатель немного мешает обзору, если ездить от первого лица. Да, привод здесь задний и мощности много, что сказывается на управлении и машину немного заносит, когда входить в поворот и ездить дать много газа. Также здесь довольно таки интересный бампер, который нельзя сломить и который защищает кузов от повреждений. Ну и фары тоже. А сейчас давайте отправимся в Лос Кастомс и поставим на него модификации, посмотрим что мы сможем изменить. В начале все как обычно, броня, тормоза и движок, который мы прокачаем тоже на максимум. Далее капот, он меняет форму двигателя, в принципе тоже это на любителя, но я оставлю стандартный, так как другие не очень смотрятся. Также можно поставить салон украшения, я поставлю тоже что-то в стиле Хэллоуина, какую-нибудь игрушку. Фары и неон я поставлю фиолетовый и под цвет кузова. Раскрасок здесь тоже всего пару штук. В принципе есть довольно таки неплохие варианты, но я поставлю тот что есть. Ну а дальше цвет. Здесь как раз тот случай, когда Рокстары все сделали за нас, потому что другие цвета кроме черного как-то не очень смотрятся. Так как с таким фиолетовым салоном вряд ли что-то подойдет другое. Можно также поменять второй дополнительный цвет, а потом все остальное. Колеса и стекла, все как обычно. Не могу сказать, что изменения в тюнинге дали нам что-то другое, чем раньше. Все-таки это ретро автомобиль и тюнинг здесь ни к чему. Стоимость всех модификаций у нас составила примерно 320 тысяч. Ехать машина стала чуть быстрее, но у повороты она входит все так же, как и раньше. Если не рассчитать газ, может и занести, так как оборотов здесь довольно таки много и двигатель очень мощный. Ну и на этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также пишите комментарии, если хотите поучаствовать в конкурсе на пакет прокачки деловой. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Всего хорошего.